В Международном гуманитарном университете стартовал новый учебный год. В торжественном мероприятии, посвященном зачислению первокурсников, студенты приняли участие около 2000 юношей и девушек из всех регионов Украины. С важным праздником первокурсников и их родителей поздравил президент университета Сергей Кивалов. О новых специальностях и образовательных программах нового учебного года далее в нашем сюжете. Здесь не просто стоят в очереди за дипломом, а получают качественные знания. В Международном гуманитарном университете отпраздновали начало учебного года. Без исключения в этом году ВУЗ показал высокие результаты. Среди поступивших около 2000 молодых людей со всех регионов Украины, а также студенты из ближнего зарубежья. 19 лет назад мы здесь командой в Одессе создали Международный гуманитарный университет. И первый набор, знаете какой был? Огромный набор. Мы набрали 7 человек. И мне говорили, зачем в Одессе создавать еще одно высшее учебное заведение. Я вам хочу сказать, вузов, университетов, школ, колледжей много не бывает. И если мы претендуем, Одесса претендует на город образования, город науки, значит здесь должны быть университеты. И я горжусь вот тем проектом, который мы сегодня предложили нашей стране, нашим жителям города и области. Уже традиционно День знаний в Международном гуманитарном университете прошел красочно и максимально празднично. Стартовала программа, приуроченная к началу нового учебного года, с шествия студентов и выпускников вуза, которые прославили университет на весь мир. Колонну возглавила участница двух олимпийских игр, байдарочница Анастасия Тодорова. Торжественную линейку в Международном гуманитарном университете открывал гимн Украины. Еще одна традиция, которую в молодом вузе неукоснительно соблюдают. С днем знаний студентов и коллектив вуза поздравили почетные гости праздника. Первый вице-губернатор Борис Волошенков, председатель общественной организации, областной совет мира Тамила Афанасьева, начальник Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Сергей Мул. Все они отметили качественную материальную и научную базу университета и пожелали молодым людям достойно принести звание студента МГУ по жизни. Освита – это всегда вопрос, оно складывается из двух компонентов. Это личность и атмосфера, которую создают предвыкладатели в сам институт. Поэтому я думаю, что конкурентная борьба сюда выберет лучших. Ну, а академия Кивалова створяет соответствующую атмосферу для выкладчиков, чтобы они также взросли. Поэтому я хочу сказать, что это взрослый вуз. Та материально-техническая база, которая создана выкладским, профессорским выкладским складом, ректоратом университета и найкращим, и взрослым, звичайно, для всех наших украинских высших научных закладов. Переконаны, что каждый из вас выбрал правильный фах своего будущего. Я очень горжусь тем, что в Одессе есть такой важный вуз, Международный гуманитарный университет. Учебное заведение, которое дает очень много различных профессий для нашего города, профессий для нашей страны. Дети здесь могут обучаться совершенно разным специальностям, и это очень важно. Искренне поздравляю всех студентов, которые в этом году почти две тысячи. И это очень замечательно, что дети стремятся учиться. Очень хорошо, что родители доверяют Международному гуманитарному университету. И, конечно, огромная благодарность Сергею Васильевичу Кивалову и всему коллективу, что такое важное профессиональное направление нашего города, нашей страны в надежных руках. И я очень поздравляю детей и желаю, конечно, чтобы знаний получилось огромное количество, чтобы такие достойные профессора, академики и просто преподаватели передали свои знания в полном объеме. И в будущем нашем было значимых руках. Концертную программу подготовили студенты ВУЗа. В исполнении лучших вокалистов МГУ прозвучали известные композиции, а также песни, авторство которых принадлежит самим студентам. В частности, гимн Международного гуманитарного университета. Не оставил равнодушным присутствующих на празднике первого звонка и зажигательный танец. Традиционный кульминационный момент Дня знаний выпускники ВУЗа вручили первокурсникам символический студенческий билет и зачетную книжку, которые открывают вчерашним школьникам страницу в новую студенческую жизнь. ВУЗ ВУЗ словно трамплин. Если хорошо оттолкнешься, то быстро достигнешь карьерных высот. На сегодняшний день студенты очень тщательно подходят к выбору будущей профессии. Важна не только материально-техническая база и преподавательский состав, но и возможность попробовать свои силы на практике. И только так можно по достоинству оценить полученные знания и приобрести новые. ВУЗ 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 Вы знаете, что в этом году мы сделали рекордный набор. Почти две тысячи абитуриентов пополнили ряды нашего университета. Хочется отметить, что президент Международного гуманитарного университета Академии Кивалов Сергей Васильевич делает все, чтобы наш университет был лучшим. Видите, прекрасная материально-техническая база, лучший преподавательский состав, который сегодня есть. Ну и же, конечно же, условия, в которых учатся студенты. И сегодня я вам скажу, абитуриенты, родители, вы их не обманете. Они приходят, они смотрят университет, смотрят нашу базу, смотрят наши подготовки. Видят уже наших выпускников. Вы знаете, Международный гуманитарный университет за 19 лет выпустил более 30 тысяч выпускников. Практически на всех формах собственности, предприятиях, учреждениях работают наши выпускники и показывают очень высокие результаты. И я вам скажу, вносят большую лепту в развитие нашего государства. Поэтому у нас праздничное настроение. Мы знаем, что впереди у нас только развитие. И мы уже шутим, что Кембридж, Оксфорд уже сегодня в Украине. Они определяются с тем, кем быть, что делать дальше. Это очень такой, ну, на самом деле и трогательный, и очень важный момент. Серьезное учебное заведение. Вот. 19 лет уже существует. Я знаю многих преподавателей, которые перешли из университета сюда работать. Вот. Как бы это мои бывшие коллеги. Так что, ну, я оцениваю высоко. Если мы зайдем в любую аудиторию, просто когда заходим в университет, сразу видно, что это университет мирового класса. Вот. В Одессе, если вот брать, где больше учиться? Если не за границей, то я считаю только международного монетарного университета. Тут лучший преподавательский состав. Руководство университета делает все, чтобы знания соответствовали лучшим мировым стандартам. По мировому опыту лучшим университетом являются частные университеты. И сегодня в Одессе мы тоже убедились в этом. Мы видим кругом в любом государственном университете, посмотрите, разруха. Кругом все уже застроили какими-то высотками. Там заходишь туда, как, я не знаю, там в прошлый век попадаешь. В любой государственный университет. К сожалению. Здесь мы видим мировой уровень и знаний, и условий, и материально-технической базы. Это одна большая семья, которую создал Сергей Васильевич Кивалов. Что ему все благодарны. Да, вы сегодня видели этот восторг. То есть, как бы, всех присутствующих. Можно было видеть направление всех служб, организаций, депутатов разных. Ну, с фракцией разных политических сил. Да, и невозможно сказать, что у кого-то были какие-то там противоречия. Все были как в единой семье. Поэтому я могу сказать, что дружба МГУ с МГУ у меня очень близкая уже на протяжении долгого периода. То техническое оснащение, которое находится здесь, тот преподавательский состав, который собрал Сергей Васильевич Кивалов у себя, ну, в этой огромной семье. Ну, он не имеет равных в нашем Украине. А может быть, я не могу сравнить, конечно, потому что не все видел в мире, но я думаю, что может быть и в мире. Международный гуманитарный университет обеспечивает все необходимые условия для развития профессиональных навыков своих студентов. Высшее учебное заведение сотрудничает с органами государственной власти и местного самоуправления, правоохранительными органами, общественными организациями и ведущими украинскими компаниями. Именно благодаря такому подходу уже к концу своего обучения студент выходит квалифицированным специалистом, который научился применять теоретические знания на практике. Мы сегодня принимаем в большую дружную студенческую семью почти 1900 человек. И это событие в целом для нашей страны и для вас в частности. Буквально за последний год мы стали участниками пяти новых европейских проектов. Это дает возможность получать гранты не только преподавателям, но и студентам нашим. И в этом году мы гордимся тем, что даже наши студенты получали гранты, международные гранты за результаты своих исследований, за свои успешные проекты. В прошлом году мы присоединились к программе Erasmus+. И уже некоторые из наших студентов, в частности по специальности фармация, имеют возможность провести семестры, даже два семестра в зарубежных европейских университетах. Университет имеет много различных специальностей и также предоставляет много возможностей. Например, наши студенты могут уехать в другую страну на практику. Это очень круто, я считаю. Хочу сказать спасибо этому университету, спасибо всем преподавателям. Среди всех частных вузов Международный гуманитарный университет стал лидером по набору студентов на юге Украины. Одной из особенностей МГУ является возможность получения европейского образования. Обучаясь на базе МГУ, можно также получить диплом Варшавского университета. Кроме этого, в новом учебном году ВУ стал одним из пяти участников правительственного эксперимента по бюджетному финансированию. Учитывая то, что наши студенты, они показали хорошие знания, и все сегодня знают в Украине, что лучшее высшее учебное заведение, как классический университет, это наш университет, государство в лице правительства, Министерства образования и науки выделило нам государственный заказ. Вы знаете, такого никогда не было. Я считаю, что это хороший шаг правительства. Почему? Потому что в Конституции записано, что все формы собственности равны. Не менее важна для успешной учебы атмосфера вуза, социум. Интересно учиться в вузе, где много внимания уделяют спорту, есть свой театр, дискуссионные площадки и другая студенческая активность. Я имел честь приходить сюда по случаю Дня знаний несколько лет подряд, и с удовольствием отмечаю динамику увеличения количества учащихся. Это, наверное, один из главных факторов успешности любого высшего учебного заведения. Мне очень приятно, что сегодня здесь такое количество первокурсников, родителей, и самое главное, надо отдать должное творческому и профессиональному подходу руководства Международного университета. Они не перестают экспериментировать, предлагать новые направления, новые профессии. Очень тонко и чутко чувствуют пульс времени. Я думаю, что вот в таком соединении опыта и молодости, молодых кадров, которых здесь очень много, опыта и, конечно, наставлений, которые дает Сергей Васильевич Кивалов, вот это является запорукой такого результата, который, ну, приятно его видеть, и сегодня будет возможность пообщаться и с абитуриентами, и с теми людьми, с которыми я работал какое-то время, находясь здесь. Поэтому я хочу всех сегодня поздравить с этим праздником и пожелать успехов Международному университету. Когда ты попадаешь в сентябре, будь то в высшее учебное заведение или в школу, все равно вот эти воспоминания свои, которые проносятся через всю жизнь, они, конечно, таким новым импульсом каким-то расцветают. Вырастить востребованных специалистов и обеспечить их высокооплачиваемой работой – главная задача современного высшего учебного заведения. Список специальностей для абитуриентов расширяется. В этом году есть возможность получить новые профессии. Концепция нашего университета – мы постоянно мониторим рынок труда. Мы очень гибко и динамично реагируем на все изменения, которые есть на рынке труда. И вот, например, мы знаем, что город Одесса – это туристический город. Мы пролицензировали гостиничное, ресторанное дело и туризм. И сразу получили очень серьезный результат. Мы на медицинском факультете пролицензировали специальность «Громадское здоровье». И я вам скажу, сразу эта специальность пользуется спросом и популярностью среди абитуриентов. Правоохранительная деятельность, филология – это право, международное право. Ну и, конечно же, искусство и дизайн – это те киты, на которых держится сегодня Международный гуманитарный университет. Большой популярностью пользуется Одесский медицинский институт Международного гуманитарного университета. В этом году ряды будущих медиков, которые намерены освоить специальности стоматологии или фармацея, пополнили более ста студентов. В стенах нашего Международного гуманитарного университета сегодня так много студентов. Особенно меня радует то, что сегодня очень много студентов-медиков, как никогда. Это говорит о том, что медицинская школа Международного гуманитарного университета, она набирает обороты, становится популярной и пользуется большой популярностью не только у студентов, но и авторитетом у врачей, которые проходят здесь у нас после дипломного образования. Я надеюсь, что это станет один из самых мощных вузов, медицинских вузов в Украине, который будет готовить специалистов не только для нашей прекрасной страны, но и для всего мира. Литерий Васильевич Кивалов – это тот человек, который настолько глубоко понимает все проблемы образования в Украине, настолько хорошо чувствует те моменты, которые действительно сегодня актуальны для нашей страны и нужно развивать. И это настолько гибко относится и к образовательному процессу, и к подбору, и ответственно к подбору профессорско-преподавательского состава, что, безусловно, это сейчас зеркально отражается вот здесь, на этой площадке присутствует таком огромном количестве студентов. Студенты же идут не только просто в каменные стены, они идут еще на какие-то школы, на преподавателей, на профессоров. Если здесь есть имена, которым доверяют ученый мир, образовательный мир, значит, туда и стремятся все. Международный гуманитарный университет на протяжении многих лет тесно сотрудничает с областным департаментом здравоохранения. Студенты вуза, обучающиеся медицинским специальностям, помогали региону в борьбе с пандемией, изменившей привычный ход жизни каждого. Международный университет в одному речении мы имеем все профессии, абсолютно, но основной профессией это профессия лекаря. И я сегодня очень благодарна Сергею Васильевичу, что я могу быть присутствием, поздоровить наших детей, приветствовать, вернее. И также, как вы сегодня видели, мы вручили грамоту Международному университету от Департамента охраны здоровья, именно потому, что на протяжении этих двух лет мы много боролись с пандемией. Первый разгорнутый был стадьон под первой вакцинацией массовой. Детки были залучены, студенты медицинского университета. И сегодня мы подписали наказ Департаменту охраны здоровья для включения их в базу интернатура. Это очень важно. Мы сегодня имеем 13 опорных лекарей. Это на территории области, включая еще в городе Одесса. Это прекрасные лекарни, оснащенные великим обладнанием. Мы всегда студенты, мы всегда учимся и маем учиться. У меня сын закончил именно этот университет. Сегодня он работает помечником судей, кто имеет свое будущее, наткнение, свои мечты. У меня не въездка работает. Девушка, которая сегодня защитилась, уже имеет кандидатскую. И она тоже тут будет преподавать. Одесский медицинский институт международного гуманитарного университета сегодня является одним из самых передовых среди медицинских вузов. Благодаря работе квалифицированных преподавателей, врачей-практиков, а также современному техническому оснащению, студенты вуза получают высококачественное образование. Кроме того, передовые технологии института используются не только для обучения студентов, но и прикладной работе. Конечно, мы уже несколько лет, нам очень приятно, что мы являемся как база, практическая база для студентов, медицинской, именно в стоматологии, как мы занимаемся стоматологией. И у нас часто, каждый семестр приходят студенты, и мы удивляемся знаниями, и мы свои делимся с ними. Тоже знания, и кто-то остается у нас после учебы, в дальнейшей работе. Я бы еще поздравил Сергея Васильевича за его большой-большой труд и вложение в эти знания для всех наших студентов. Один из давних партнеров Международного гуманитарного университета – Медицинский дом Одрекс, который сотрудничает с вузом буквально с первых дней основания Одесского медицинского института. Двери Медицинского дома Одрекса открыты всегда для студентов. У нас есть специальная медицинская площадка – Medical Hub Одрекс, где мы проводим еженедельно различные медицинские мероприятия. Вне зависимости от уровня этих мероприятий, всегда есть квота мест, на которые могут прийти студенты. Без оплаты, безусловно. Если это бесплатные мероприятия, безусловно, конечно, для них всегда открыты. Это очень важно для студентов. Хотелось бы рассказать такую историю, что когда-то в День медицинского студента мы спросили у студентов, что бы они хотели увидеть. И они спросили, знали, что мы занимаемся кардиохирургией, хирургией сердца. Они сказали, а можете прочитать лекцию? И тогда наш кардиохирург взял свиное сердце на специальный тренажер. Это навелось крупным планом много камер. Посадили студентов в аудитории. И он оперировал свиное сердце при них. И они могли посмотреть, подойти и задать себе свои вопросы. Они тогда поставили очень высокую оценку этому мероприятию. Это было очевидно, потому что так близко к студентам, как хотим подойти мы. И сейчас вместе с Международным Волгарным Университетом не подходил еще никто. Профессорско-преподавательский состав богатства университета, убежден его президент Сергей Кивалов. Педагоги МГУ постоянно работают над своей квалификацией. Регулярно обмениваются опытом с зарубежными коллегами. Одним словом, стараются идти в ногу со временем. Здесь у нас есть те преподаватели, которые пишут монографии, пишут учебники, которым занимается вся страна. А они здесь. И наши студенты будут иметь возможность слушать таких преподавателей, докторов наук, профессоров. Потому что получить диплом сегодня вообще проблем не существует. Можно его купить, к сожалению. А вот получить хорошее знание – это сегодня проблема. Вот наш ВУЗ не упрощает учебный процесс, и мы занимаемся, и, знаете, это дает славу нашего университета. При поддержке президента Международного гуманитарного университета более тысячи абитуриентов, желающих, которые принимали участие в конкурсе для поступления в колледжи, и из них уже 685 стали студентами, они успешно прошли все вступительные экзамены. Хотелось бы пожелать успехов в новом учебном году. Мы искренне благодарны, что родители и абитуриенты выбирают колледж Международного гуманитарного университета. Поступив в колледж, это ранняя профориентация. И выпускник 9 класса, он имеет огромную привилегию по сравнению со всеми, кто поступает после 11 класса, потому что пройдя программу за 3 года по специальности, они получают профессиональное образование, и затем они поступают на 3 курс университета, и они уже в таком юном возрасте могут определиться со своей профессией, потому что колледж Международного гуманитарного университета готовит по более 10 специальностям. И когда абитуриент приходит в стены колледжа Международного гуманитарного университета, у него есть все возможности, все специальности, которые есть у нас на рынке труда, можно выбрать. И это большой плюс. Ну это один из самых лучших колледжов Одессы. Я считаю, что он престижный, он дает какой-то рост. У меня просто учатся знакомые, и все отзываются только в хорошем смысле. Нравится, что есть очень разные факультеты, есть очень много выбора, в любой момент можно будет перевестись, и все очень приятные люди, и во всем, в общем, помогают. Отзывы хорошие, что приятные учителя, то есть можно с ними найти контакт, ну и вообще, как бы, он выше по уровню, я считаю. Этот плюс, во-первых, мне моя подруга порекомендовала, она уже на втором курсе, сказала, что ей очень нравится, что очень хорошие преподаватели, что все очень добро относятся, по-доброму, очень лояльно. Ну и тем более здесь международный диплом. Это очень важно. Психология нужна во всех сферах, во всех деятельностях людей, и поэтому я решила, что это мне нужно, что я хочу связать с этим свою жизнь. Жду только всего положительного, не очень, чтобы все было сложно, все было интересно. Думаю, что я подобрала правильно этот колледж. Чутко реагировать на все потребности современного общества – главная задача прогрессивного высшего учебного заведения. В структуре МГУ уникальные факультеты и институты, которые выпускают специалистов, крайне востребованных в нынешних условиях. Таким, например, является Институт права, экономики и международных отношений. Единственный в своем роде институт, где готовят юристов-международников. Сегодня в Международном гуманитарном университете открыта новая образовательная программа маркетинг в IT-компании. Это очень перспективное и интересное направление для наших абитуриентов. Благодаря усилиям нашего уважаемого президента, академика Сергея Васильевича Кивалова, Международный гуманитарный университет заключил меморандум с образовательным фондом Keep Solid, который будет строить огромную IT-лабораторию на базе Международного гуманитарного университета, что поможет нашим студентам непосредственно практиковаться каждый день. И уже начиная с первого курса быть трудоустроенным в IT-компаниях. Также мы продолжаем набор на специальность права, международное право, правоохранительная деятельность, экономика, а также международные экономические отношения. И приглашаем всех абитуриентов Украины присоединиться к самой дружной семье Международного гуманитарного университета. Международный гуманитарный университет – это вуз, для которого приоритетным всегда являлось развитие. Учебное заведение очень быстро и чутко реагирует на запросы современного общества, постоянно открывая новые специальности, в которых остро нуждается рынок. Факультет лингвистики и перевода МГУ предоставляет студентам широкий выбор языков. Кроме традиционных английского, немецкого, французского, здесь можно изучать арабский и китайский языки. Также в новом учебном году стартует программа обучения японского языка. На факультете лингвистики и перевода в этом году открылись две новые специальности. При поддержке президента МГУ открылась образовательная программа журналистика и психология. В этом году мы пригласили преподавателей японского языка, это носители языка. На специальность журналистика в этом году мы набрали более 60 студентов. Мы очень рады, что в первый набор, и это действительно высокое число и количество, которым мы можем похвастаться. Ведь на самом деле специальность мы открыли в мае месяце, когда уже вступительная кампания была в самом активном разгаре. Поэтому мы можем сказать, что в следующем году мы приглашаем всех школьников, которые изучают и интересуются психологией и журналистикой, приглашаем МГУ. МГУ уже несколько лет набирает студентов на уникальную для Одессы специальность. Факультет искусства и дизайна готовит представителей самых творческих профессий. Качественных аналогов в нашей стране, признаются студенты, немного. А среди преимуществ сильный преподавательский состав, среди которых прославлены актеры, режиссеры, сценаристы и драматурги, чьи имена у всех на слуху. Среди них народный артист Украины Георгий Делиев. Это возможность мне недалеко уезжать от родителей, потому что, как ни крути, я из Одессы. Ну, а во-вторых, как мне кажется, все-таки я не готова в Киев поехать. Ну, и тем более, Одесса же была источником кино в советское время. И тут достаточно много мастеров советского времени, которые здесь и остались, которые решили преподавать дальше. Я не представляю жизнь без кино. И особенно, когда я побывала на площадке, пообщалась с режиссерами, я поняла, что вот это моя стихия, вот куда я хочу. Я очень хочу, чтобы наши первокурсники были здоровыми. Я очень хочу, чтобы они были успешными и перспективными. А для этого у них есть все. Хорошие преподаватели, хорошая материальная база и хорошая атмосфера в Международном гуманитарном университете. С праздником вас, дорогие друзья!